Это новости в форуме. С вами Анна Литаш. Добрый вечер. В Минске начала работу вторая международная конференция по евразийской безопасности. Открыл форум президент Беларуси Александр Лукашенко. Именно белорусский лидер в 2022 году на саммите УДКБ предложил создать дискуссионную платформу. Сегодня главнокомандующий подчеркнул, что мир остро нуждается в честном разговоре и беспристрастных оценках происходящего. Глава государства акцентировал внимание на крахе демократии, несоблюдении международно-правовых документов в санкционной войне. Также на сессии планируется выступление высокопоставленных гостей, среди них министры иностранных дел России, Венгрии, Сирии, представители стран УБСЕ, СНГ, ШОС, руководители ряда международных организаций. Всего в конференции примут участие порядка 600 участников из более чем 40 стран. Начальник генерального штаба вооруженных сил Беларуси Павел Муравейко посетил центр допризывной подготовки Ленинского района столицы. Здесь школьники изучают учебную программу по предмету допризывная и медицинская подготовка. Только за год обучения прошли более 2000 учащихся 10-11 классов из 26 школ. Сегодня центр пополнился макетами автоматов АК-74. Оружие будет использоваться также для практических занятий. Беларусь заняла 12 место в рейтинге самых сильных армий мира. Оценку опубликовал американский журнал US News and World Reports. Вооруженные силы составили серьезную конкуренцию армиям других стран, оставив позади Японию, Польшу, Италию, Канаду. Россия второй год подряд занимает первое место в мире. В тройку также попали США и Израиль. Четвертое место занял Китай. В Беларуси продолжается увольнение в запас войнаслужащих, выслуживших установленные сроки. Родные и близкие встречают возмужавших парней. Мы сделали подборку трогательных моментов возвращения солдат домой. Субтитры создавал DimaTorzok Учение НАТО «Железное копье-2024» проходит на полигонах Латвии. В тренировке задействован многонациональный контингент Альянса. Цель маневров – укрепление сотрудничества и совершенствование боевых навыков. Военнослужащие отработают тактические приемы с помощью танков и боевых машин пехоты. Также Рига анонсировала еще одни масштабные учения, которые состоятся в ноябре. Под руководством Великобритании на Латвийском полигоне пройдут слаживания военные издания Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале АВНТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен, в наших социальных сетях и мессенджере Телеграм. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин